Большая вода пока не угрожает республике. На Волге уже начался ледоход. Возможные угрозы сегодня обсудили члены кабинета министров. Подробности с очередного заседания правительства в материале Дмитрия Ковалева. Пик паводка проходит благополучно и прогнозы метеорологов пока оптимистичны. Уровень воды на реках Цивили-Сура сейчас ниже тревожных отметок. И все же отмечает глава региона в эти дни. И оперативные службы должны быть переведены на повышенный режим готовности. Последний пример. Накануне вечером спасатели эвакуировали с дрейфующей льдины на Волге молодого человека. По этим фото видно, что если бы помощь не пришла вовремя, то все могло закончиться плачевно. Ответственность должна быть у каждого человека. Надо нам выдержать под круглосуточным режимом работы. Скользящий график должна быть для специалистов. Члены правительства установили и дату начала пожароопасного сезона. Особый режим в республике ведут с 24 апреля. В зоне риска 13 населенных пунктов. По данным синоптиков, в мае на территории привозка федерального округа ожидается температура будет превышать среднегодовые, а количество отсадков, наоборот, ниже среднегодовых. На повестке дня и другие вопросы. Так, члены Кабмина утвердили порядок госнадзора за продажи алкоголя. Это еще одна мера борьбы с фальсификатом. Только в прошлом году в республике из незаконного оборота изъяли 32 тысячи литров. Региональный государственный контроль надзор включает в себя рецензионный контроль за розничные продажи алкогольной продукции, розничные продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. И государственный контроль за представлением декларации об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Министр финансов республики сегодня отчиталась о работе ведомства. Бюджетная система региона сбалансирована. По итогам прошлого года в казну поступило больше дотации и налоговых доходов. Осуществлен переход к формированию бюджетной политики на основе долгосрочных принципов устойчивости и сбалансированности. Определены новые бюджетные правила по предоставлению субсидий. В результате предпринятых мер консолидированный бюджет за 2018 год по доходам исполнен с ростом на 12,2%. В республике продолжают формировать централизованную бухгалтерию. Глава региона отметил, что это позволяет экономить расходы бюджета. Мы ответственно и честно управляли общественными финансами и будем управлять. Почему? Потому что это налоги налогоплательщиков. Мы только трансформаторы, обеспечители этих практических мероприятий. В приоритете ведомства открытость бюджетного процесса. По этому показателю Чувашия занимает второе место в округе и входит в группу регионов-лидеров по стране. Дмитрий Ковалев и Валерий Лизюков. Республика.